Философия Сюдзу Куки, хотя и связана с Киатусской школой, но в то же самое время его интеллектуальные интересы значительно отличались от большинства ее представителей. В действительности так называемой Киатусской школой были объединены совершенно разные философские подходы, общими чертами которых были преподавание в Киатусском университете или в соседней дочерней школе, разделение некоторых основных предположений об использовании азиатской мысли в рамках западной философской традиции, ведение и рациональное исследование значения ничто, а также расширение философского словаря, который ввел философ Китаро Нишида. В то время как другие японские ученые отдавали дань предпочтения германской философской мысли, Сюдзу Куки 8 лет с конца 20-х и в начале 30-х годов проводит во Франции. В этом отношении он был первым японским ученым, который не только создавал фундаментальные труды вне Японии, но и был одним из тех, кто проявлял большой интерес к французской философии. Он не только изучал в залах библиотеки труды европейской философской мысли, а был интегрирован в европейский интеллектуальный мир того времени. Вскоре после возвращения Куки в Японию он опубликовал в 30-м году работу структура Ики. В ней он попытался провести феминологический анализ такого явления как Ики, то есть разновидности утонченной культуры, распространенной среди знати города Эда в период Шигуната Токугава. Другими словами, объектом исследования Сюдзу Куки были эстетические категории народной культуры, выхваченные из самой жизни и городской среды. Работа структуры Ики – его программное сочинение. И если кратко характеризовать ее основные идеи, то можно выделить три ключевых понятия формирующих Ики. Это битай – кокетство, икиджи или икуджи – достоинство или самоуважение, а также акираме – оставление или принятие. Понятие битай – кокетство, непосредственно связано с сексуальностью. Уже в этом эстетической категории Ики отличается от классических концептов эстетического мировосприятия японцев, с которыми в первую очередь ассоциируется японская культура на Западе. Икуджи, как уже было сказано ранее, это персональное достоинство, уверенность в собственных силах. Это черта, характеризующая типичного эдосца, не склонного к компромиссам и уступкам. Другими словами, это прямота характера. Понятие акираме в данной триаде выглядит противоречащим первым двум, так как подразумевает отказ и принятие несовершенства мира. Акираме более всего связано с отсечением привязанности ко всему мирскому. Сексуальное кокетство и прямота воли уравновешены отбрасыванием попыток экспансии на внешний мир собственных устремлений. Таким образом, триада из Битай, Икуджи и Акираме — сочетание разнородных качеств, создающая ту самую выразительную напряженность, которая и характеризует по наблюдениям Куки-Сюдзо эстетическую категорию ики. В качестве достижений философа Куки-Сюдзо можно отметить следующее. Это внесение в научное поле тем, не свойственных сугубо академической науке. Сексуальность и кварталы красных фонарей стали объектами глубоких эстетических размышлений, потому как сам Куки-Сюдзо очень любил женщин и был хорошо знаком с городской культурой сексуальных развлечений. Также Сюдзо Куки удалось интерпретировать японские эстетические категории в рамках европейской философской мысли, что, впрочем, роднит его с другими философами киатовской школы. Моя любимая фраза, как никакая другая характеризующая его творчество, звучит так Легкая улыбка отбрасывает светлую тень на серьезные мрачные будни, или улыбка освещает мрак серых будней.